МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воеводин Владимир Валентинович, член-корреспондент РАН, заместитель директора научно-исследовательского учислительного центра Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор физико-математических наук, профессор область научных интересов, суперкомпьютерные технологии, методы описания и анализа структуры компьютеров, технологии параллельного программирования, методы оптимизации программ для суперкомпьютеров и параллельных вычислительных систем. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Сегодня поговорим на очень интересную тему. Все, что связано с суперкомпьютерами. Конечно же, вокруг компьютеров очень много, все к ним привыкли. Есть мобильные, маленькие лежат в кармане, есть побольше, которые около столов или где-то рядом в ноутбуках. Но мы поговорим про суперкомпьютеры. Компьютеры, в которых вот эта приставочка «супер», она, наверное, самая главная. Она определяет все, она определяет их возможности, она определяет их характеристики, она определяет те задачи, зачем делаются такие компьютеры, она определяет все. Само по себе, наверное, эта вещь довольно необычная, потому что, ну, с одной стороны, к компьютерам привыкли, а суперкомпьютеры, они не очень на виду, они не очень слышны, они не очень известны, и уж тем более к ним имеют доступ, ну, не так много народу. Это то, чем нужно аккуратно пользоваться, это то, чем нужно пользоваться умеючи, это то, к чему нужно готовиться. Для того, чтобы эффективно использовать машины подобного класса, о каком классе это мы еще поговорим, конечно же, знать нужно довольно-таки много. Как ни странно, вот объект, основной объект нашей лекции – суперкомпьютеры, но определения как такового суперкомпьютеров-то и нет. В каждый момент времени под суперкомпьютерами мы будем понимать те машины, те компьютеры, которые просто-напросто считают быстрее всего. Понятно, что определение суперкомпьютера, оно довольно относительно, то, что было в середине 80-х годов, оно было суперкомпьютером, но сейчас обычная персоналка считает намного быстрее, и персоналка производительнее. То, что было в середине 80-х годов, оно сейчас, конечно, суперкомпьютером являться не будет. Тем не менее, существует довольно много, с одной стороны, шуточных, а с другой стороны, в каждой шутке есть доля шутки, правильных определений суперкомпьютера, которые просто отражают разные стороны одного и того же объекта. Ну, в частности, любой суперкомпьютер всегда занимает большой зал. Вот как было в середине 60-х годов или даже 50-х годов, хотя тогда не было понятия суперкомпьютера, так оно есть и сейчас. Любой суперкомпьютер – это компьютер стоимостью свыше миллиона долларов. Тоже, в принципе, правильно. Это огромная установка, которая предназначена для решения крупных, серьёзных, больших задач, и стоимость у неё немаленькая, безусловно. Суперкомпьютер – это компьютер весом более одной тонны. Тоже правильное определение. Но оно, в общем, связано с тем, что компьютер, который занимает целый зал, он не может быть вот таким вот переносным, он не может быть маленьким. Поэтому и это определение тоже правильное. Какое место суперкомпьютерам во всём компьютерном мире? Ну, этим отчасти определяется, что, может быть, не так много людей про них знают. Мы привыкли к мобильным устройствам, их очень много. Те же самые мобильные телефоны, которые у нас есть в кармане почти у каждого, маленький компьютер. Таких мобильных устройств огромное количество. И вот эти мобильные устройства, они определяют базу всего компьютерного мира. Если идти посмотреть, что повыше, персональные компьютеры. Возможностей побольше. Распространены они, может быть, не так сильно, как мобильные компьютерные устройства. Но, тем не менее, их возможностей уже достаточно для того, чтобы решать очень большой спектр задач. Поднимаемся выше, 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 выше. По пирамиде компьютерного мира появляются серверы. Ну, там всегда есть понятие «сервер масштаба предприятий», к чему есть какое-то подспудное уважение. Это уже что-то более надёжное, это уже что-то более производительное, это уже что-то, что обслуживает большую организацию, большие предприятия. Их, опять-таки, ещё меньше, чем ноутбуков, чем обычных персональных компьютеров. Возможности больше. Ну, и вот, поднимаясь по вот этой пирамиде всё выше и выше, на верхушке найдём те самые суперкомпьютеры. Ну, вот недаром на картинке это условно изображено, как некий пик за облаками. И действительно, суперкомпьютеры есть, но видят их очень немногие. Возможности огромные, но для того, чтобы получить доступ к этим компьютерам, нужно знать много, нужно обладать теми задачами и понимать, какого рода задачи ты хочешь решать на подобных установках. Для того, чтобы эффективно использовать подобные установки, нужно одновременно объединить массу знаний из прикладной области химии, физики, из вычислительной математики, из программирования, из параллельного программирования. Нужно очень хорошо понимать, как устроены параллельные вычислительные системы и суперкомпьютеры. И только объединив всё это вместе, действительно получается эффективное решение, для которого оправдано использование суперкомпьютеров и больших параллельных вычислительных систем. Давайте попробуем для начала, прежде всего, как-то определиться с масштабом суперкомпьютерной установки, что из себя представляют современные суперкомпьютерные системы. Вот есть обычные ноутбуки, вот есть персональные машины, которые стоят у многих под столами. В сравнении с ними, что из себя представляют подобные компьютеры. Возьмём за основу обычный персональный компьютер нынешний. Абсолютно неважно, от какого он производителя. Основные характеристики. Производительность, память, диски. Производительность примерно 10-50 миллиардов операций в секунду. Средний диск – это примерно 2-4 гигабайта. Опять-таки, не так принципиально важно. Это может быть и 8, это может быть и 16 гигабайт. Ну, примерно вот этого порядка. И объём диска – порядка 50 гигабайт. Сокращение. Мега – 10-6, гига – 10-9, терра – 10-12. Да, приходится оперировать вот с такими вот числами. Пета – 10 в 15. Это всё числа, которые будут сопровождать производительность, которые будут сопровождать объёмы, объёмы памяти – дисковой, внешней, ленточной. И единицы измерения, флопсы, сокращение. Вот количество вещественных операций, выполненных в секунду. Причём здесь важно именно три вот этих пункта. Операции рассматриваются арифметически, а не целочисленные. Они, как правило, сложнее. Операции рассматриваются над вещественными данными. Они опять-таки сложнее, а не над целочисленными. И вещественные данные представлены в форме сплавающей запятой. Они сфиксированы, это уже давно принятый формат, но он тоже более трудоёмкий. То есть мы ставим себя в самые тяжёлые условия для того, чтобы оценивать производительность и обычных компьютеров, и суперкомпьютеров. В этих терминах производительность обычной персоналки, вот современной, 10-50 гигафлопс. Ну, есть гига, 10-9 степени. Вот примерно какое количество операций может выполнять современная персоналка и какими параметрами она обладает. Мы говорим о больших машинах. Что они представляют из себя? Какими они были? Какими они стали? Ну, для начала, позвольте, маленький-маленький экскурс в историю. Тем более, это экскурс в нашу отечественную вычислительную технику. Вычислительный центр Московского университета образовался в 1955 году, и уже на следующий год, в 1956 году, у нас был установлен четвёртый экземпляр первой отечественной серийной машины «Стрела». Видите её на картинке, размеры, безусловно, впечатляют. Но это то самое определение, о котором я говорил. Компьютер занимает целый зал, причём 300 квадратных метров. Потребление 150 киловатт. Тоже немало. И обратите внимание на производительность – 2000 операций в секунду. Пока ни мега, ни гига, просто 2000 операций в секунду. Вот это первая отечественная серийная машина, на следующий год после образования вычислительного центра у нас в вычислительном центре была установлена. Очень интересная вычислительная система – компьютер «Сетунь». Это первая в мире машина, которая была основана не на двоичной системе счисления, которая оперирует ноликом и единичком, а троичной – минус один, ноль, один. Три состояния. Машина была спроектирована полностью в Московском университете, в вычислительном центре, была запущена в серию и использовалась. Очень интересные возможности. И, в частности, многие свойства гораздо лучше, чем у обычных двоичных машин. В частности, ошибки и округления здесь ведут себя намного лучше, чем в двоичной системе. Машина «БСМ-6», наверняка многие про нее слышали. Это, наверное, одна из самых известных машин. Была спроектирована нашим гениальным строителем компьютерной техники, Сергеем Алексеевичем Лебедевым. Машина очень популярная. Видно, производительность 1 миллион операций в секунду. Это конец 60-х годов. В университете в лучшие времена стояло, когда был пик использования этой техники, одновременно 4 машины, и все, естественно, были полностью использованы под расчеты, под задачи. Ну, а теперь уже ближе к нашим временам. 2002 год. Япония выпускает, как результат национального проекта, компьютер «Элс-симулятор», который на несколько лет стал самой мощной машиной в мире. Ну, вот видно, что здесь параметры уже изменились. 5000 процессоров работают одновременно в рамках данной вычислительной системы. Суммарная производительность. 35 терафлопс. Помните, да, нынешняя персоналка – это 10-50 гигафлопс, это 10-9. Здесь уже буковка «Т» – это 10 в 12-й. То есть три порядка мы уже сходу прибавили. И это еще только 2003-2005 год. Память, оперативная память. 10 терабайт – оперативная память обычной современной персоналки – это несколько гигабайт. Это нормальный вариант, это вполне рабочий, на котором вполне можно работать и работать успешно. Здесь опять прибавляем три порядка, и это характерно для суперкомпьютеров. Все параметры, ну, там, безусловно, рекордные. При этом оперативная память – 10 терабайт, диски – 250 терабайт на компьютере. И ленточная память – это 1,5 петабайта. Как правило, от уровня к уровню, переходя, увеличивается количество, ну, примерно на порядок. 2007 год. Номер один в мире. Компьютер IBM BlueJean. 212 тысяч процессоров. Вот уже начинают появляться цифры, которые, по крайней мере, заставляют подумать, а как же подобные системы программировать. У меня есть компьютер, у меня есть процессор, в котором одно, два или четыре ядра. Ну, более-менее понятно, как их одновременно использовать. Как одновременно использовать 212 тысяч процессоров, работающих одновременно и составляющих единую вычлительную систему. Но здесь, по крайней мере, нужно, ну, как-то подумать. Как-то эту возможность нужно эффективно использовать, чтобы все процессоры выполняли работу, не дублируя друг друга, чтобы никто никого не ждал, чтобы исполнение программы было максимально эффективно. Основное назначение суперкомпьютеров, основное назначение параллельных вычлительных систем – эффективно решать действительно большие задачи. Они обладают колоссальной производительностью, но эту производительность они отдадут только в том случае, когда грамотно написанная программа будет использовать все возможности. Производительность – почти 500 терафлоп. 500 на 10-12. Вот масштабы тех времен. Компьютер, который занимал первое место в 2008-2009 году. IBM, компьютер IBM Roadrunner. 122 тысячи процессоров. Компьютер интересен тем, что объединяет в своем составе уже два типа процессоров. С одной стороны, это процессор AMD Apteron, а с другой стороны процессор IBM Cell. Этот компьютер неизвестен одновременно и тем, что это был первый компьютер, который превзошел рубеж петафлопной производительности. Реальная производительность машины – один петафлоп. То есть это уже 10 в 15 степени. Как мы говорили, производительность персоналки – это что-то порядка 10 в 9, 10 в 10 в 15. Вот уже разница 6 порядков производительности к тому, к чему мы привыкли, и то, что мы будем называть действительно суперкомпьютерами. Ну и последняя машина, о которой я хотел сказать отдельно, которая была объявлена только всего лишь некоторое время назад. Компьютер, который выпустила Япония, фирма Fujitsu. Производительность более 8 петафлоп. Уникальное явление, под которое построили отдельное здание. Здание многоэтажное. Компьютер, который занимает вместе сумма 800 стоек. Масштаб компьютера, конечно же, так немножко сложно оценить, потому что, ну, с одной стороны, это огромная площадь, это огромная мощность, это полмиллиона ядер. Для того, чтобы написать программу, эффективно использующую эти полмиллиона ядер, ну, безусловно, нужно очень и очень постараться. Нужно сделать так, чтобы все процессоры, все ядра работали одинаково, никто никого не ждал, чтобы не было никакого дублирования работы между ними, чтобы алгоритм обладал свойством масштабируемости, чтобы программа обладала свойством масштабируемости. Если я получаю ускорение, при переходе от одного процессора к двум, к четырем, к шестнадцати, ну, это вроде как понятно сделать. Как сделать так, чтобы я получил ускорение в пятьсот тысяч раз, работая на данном компьютере, вот эта вещь, которая требует, конечно же, серьезного осмысления, осмысления всей цепочки. Примеров суперкомпьютеров, современных суперкомпьютеров очень много. Можно посмотреть список 500 самых мощных компьютеров мира. Два раза в год формируется данный список, в июне и в ноябре. Все ведущие айтишные компании заинтересованы в том, чтобы в этом списке быть представленным. Это, безусловно, причастность технологиям. Это демонстрация того, что компьютерная фирма может работать, работать на опережение. Она обладает технологиями создания самых мощных компьютеров, где технологии отрабатываются, потом становятся дешевыми, маленькими и внедряются либо в кристаллах, либо в серверах, либо в отдельных компьютерах. Примеров очень много. Активно на этом рынке работает компания IBM, компания Cray, которая, по сути, и ввела понятие суперкомпьютера в 1976 году, когда появился компьютер Cray-1. Активно работает компания Hewlett-Packard. Появляются российские компании, в частности, ведущая российская компания T-платформы тоже присутствует в списке. Вот тот самый список 500 самых мощных компьютеров мира. Очень интересен для анализа, потому что помимо того, что все компьютеры выстраиваются в рейтинге по своим возможностям, по своей производительности, одновременно можно посмотреть, за счет чего такая большая производительность была достигнута. Здесь показано, сколько вычлительных ядер или процессоров содержится в компьютере. Здесь показывается пиковая производительность, то, что компьютер может в теории, в принципе, ну и реальное, сколько удается получить в жизни на реальных задачах. Сравнивая вот эти два параметра, мы можем смотреть эффективность работы данного компьютера или же насколько сложно, в принципе, приблизиться вот к этому пиковому показателю производительности. А показатели, конечно же, фантастические. Но вот мы говорили, что сейчас первая десятка – это петофлопы, это 10-15-й. То, что мы имеем на столе, то, что мы имеем в ноутбуках, в персональных машинах – это порядка 10-9-й. 6 порядков – вот это, наверное, та разница, которая и определяет, что такое суперкомпьютер сегодня, которая определяет, почему использовать сложно. Ну, достаточно посмотреть количество ядер, это сотни тысяч, и задать себе вопрос, что бы я стал делать, если бы мне дали большую задачу, как написать программу, которая будет эффективно использовать все это множество процессоров. Подобный список составляется и у нас в России. Есть список 50 самых мощных компьютеров СНГ. Первое место в данном списке в настоящее время занимает суперкомпьютер Ломоносов. Компьютер, установленный в Московском университете, развивался он в несколько стадий. В настоящий момент он как раз вот показано, как выглядит. Мощная система, грандиозная система. В университете никогда не были установлены машины подобного класса. Вычислительная часть занимает порядка 250 метров. Примерно столько же занимает рядом система обеспечения энергоснабжения. Примерно столько же занимает этажом ниже система охлаждения. Это огромный инженерный завод, который работает круглые сутки, без выходных, 7 на 24, который постоянно используется десятками, сотнями пользователей, на котором одновременно исполняются десятки и сотни приложений. Вот это работает круглыми сутками. Ну а параметры? Параметры таковы, что в настоящий момент этот компьютер занимает 13 место в мире в том самом списке топ-500, о котором я рассказывал, пиковая производительность 1,3 петафлопа. Ну компьютер интересен тем, что он собран неоднородным. Из-за того, что у нас огромное количество приложений, из-за того, что все приложения обладают своими особенностями, кому-то нужно побольше памяти, кому-то нужны локальные диски, кому-то нужны обычные процессоры многоядерные, а кто-то эффективно исполняется на графических процессорах. Вот это все разнообразие, оно присутствует внутри компьютера, и человек, зная особенность своего приложения, может направить в тот или иной раздел, в зависимости от того, на каком разделе, на какой архитектуре его приложение будет исполняться более эффективно. Ну а теперь давайте попробуем посмотреть немножко на ту же самую проблему с другой стороны. Ну мы видели, что производительность компьютера в настоящее время, она, ну по крайней мере, удивляет. Конечно же, показатели фантастические. То, что мы имеем сейчас, 10-15 операций в секунду, ну и то, что было раньше, удивляет. За счет чего получено такой фантастический рост производительности? Наверное, кандидатов на то, чтобы ответить на подобный вопрос, может быть два. С одной стороны, это развитие элементной базы. Безусловно, этого никто не отрицает. Но с другой стороны, другой кандидат, другой вариант ответа. Научились компьютеры строить грамотно. Ну вот для того, чтобы как-то попытаться взвесить, кто из этих параметров привнес больше, ну можно привести достаточно простой пример. Он, конечно, не является истинной в подобной инстанции. Он, скорее, дает такой качественный взгляд на всю эту проблему. Но тем не менее. Давайте возьмем один из самых первых компьютеров, Яцак, 49-й год. И два основных показателя. Время такта и производительность. Компьютер Яцак, 49-й год. Время такта, 2 микросекунды. Производительность, известно, примерно 100 операций в секунду. Ну и возьмем один из современных компьютеров, например, Крей Ягуар. 2010-й год. Построен на основе процессоров AMD Apteron. Тактовая частота 2,6 ГГц. Производительность 1,7 петафлопа. Ну и, наверное, вот можно примерно провести вот такую параллель. Да, у нас есть время такта. И изменение времени такта можно считать развитием элементной базы. Что получается? Изменение времени такта это примерно 5000 раз. Понятно, что чем больше тактовая частота, тем меньше время такта, тем выше автоматом, практически автоматом, получается производительность. Это дешевое увеличение производительности. А какое реально изменение производительности произошло за это же время? 10 в 13 раз. Вот то, что мы имеем с точки зрения производительности современных машин, и вот то, что мы имеем, если просто рассматривать изменение тактовой частоты или изменение времени такта. 5 тысяч раз за счет того, что увеличили тактовую частоту, и 10 в 13 раз – изменение производительности вычислительных систем. Понятно, что в данной ситуации не было бы развития элементной базы, не было бы вообще ничего. Но вместе с этим точно так же понятно, что действительно компьютеры научились строить грамотно. Научились создавать их таким образом, что производительность выросла. Были сотни операций в секунду, стали петафлопы. И вот это основное, конечно, что произошло за последнее время, за время развития вычислительной техники. Это время не такое большое, 50-60 лет всего лишь прошло. Но тем не менее, основной вклад, который мы получили в увеличении производительности – это именно внедрение идей параллелизма. За счет внедрения идей параллелизма в архитектуру компьютера по всей вертикали, с самого низа до самого верха, получили, сумели получить вот те самые уникальные показатели производительности, которые мы имеем сейчас в суперкомпьютерной технике. Причем вот эти идеи параллелизма, они определили и то, как действительно по шагам шло увеличение самых мощных вычислительных систем. Для этого достаточно посмотреть, когда мы перешагивали очередной рубеж. Первый мегафлопный компьютер – это 1964-й год, компьютер CDC6600. Один процессор. На одном процессоре было это достигнуто. Первый гигафлопный компьютер – 1985-й год. На восьми процессорах Крей-2. Уже увеличение степени параллелизма в виде процессоров. Первый терафлопный компьютер – 1997-й год. Программа ASCII-RED и компьютер ASCII-RED. 9 тысяч процессоров. Вот он уже резкий рост увеличения степени параллелизма. Первый питофлопный компьютер, я о нем рассказывал, это IBM Roadrunner 122 тысячи процессоров, ну вернее ядер. Но тем не менее, каждый новый шаг, каждая новая буква, увеличение производительности на три порядка – это значительный рост степени параллелизма. На самом деле сейчас все говорят еще, конечно же, поскольку развитие вычислительной техники, оно более-менее предсказуемым, где-то к 18-му, 19-му, 20-му году появятся экзофлопные компьютеры с производительностью 10-18 операций в секунду. Ну и они уже по всем прикидкам будут содержать сотни миллионов, миллиарды отдельных ядер, процессоров. К этому просто нужно быть готовым. Нужно воспринимать это как данность, нужно к этому готовиться, изучать, как использовать подобные роды вычислительные системы. Конечно, непросто. Как эти числа представляешь, это нечто невероятное. И примерно так оно и происходило. Увеличение степени параллелизма. Десять лет назад основная машина, средняя машина, входящая в топ-500 самых мощных компьютеров мира, это примерно тысячи ядер. Сейчас средняя машина из списка топ-500 – это примерно 10 тысяч ядер. И вот эта степень параллелизма, она, конечно, будет расти. Удивительно то, что идеи параллелизма, при всем том, что они привнесли, они настолько простые, что на самом деле интуитивно абсолютно понятно. Есть лишь два принципа параллельной обработки данных. Это, собственно, параллелизм и конвейерность. Параллелизм крайне прост. У вас изначально есть некоторое устройство – процессор, ядро, вычислительный узел, компьютер. Исполняете задачу. Производительности не хватает. Задачу нужно решать быстрее. Но вы возьмите несколько штук таких же одинаковых. Увеличиваем число в три раза, увеличиваем в пять раз. Соответственно, получаем решение задачи в три раза или в пять раз быстрее. Интуитивно все полностью согласуется с тем, что мы имеем в жизни. По одной линии автомобили проехать не могут, делают многополосную дорогу, все едут параллельно, пропускная способность увеличивается. В универмаге одна касса не справляется, работают рядом еще несколько кассиров, всех покупателей обслуживают быстрее. Тот же самый принцип параллелизма. Ну и конвейерность. На самом деле, почему функциональное устройство обязательно должно блокироваться полностью на время решения вот той задачи, которую оно должно исполнять. Мы разделим его на микрооперации. И как только одна микрооперация закончилась, ее результат передадим на следующую ступень. Первая ступень освободилась. Начнем обрабатывать следующий элемент. На следующем этапе результаты переносим дальше. Ступень освободилась. Сюда заносим новые входные данные. Все точно так же, как делается на автомобильном конвейере, когда каждый человек выполняет свою небольшую операцию, но конвейер непрерывно двигается, и каждый такт, на выходе появляется автомобиль, в случае компьютера, на выходе получается очередной результат. Вот эти два принципа параллелизма конвейерности, они универсальны, и на самом деле постоянно используются и при построении параллельных вычислительных систем. Интересно то, что вот когда производители современных процессоров преподносят появление нового своего детища, ну, конечно, все говорится о том, что сделано первый раз, мы первые, кто это сделал. На самом деле почти все то, что появляется сейчас, это, ну, как обычно, хорошо забытое старое. Все идеи параллелизма, они были отработаны на уровне суперкомпьютерной техники очень давно, и потом уже начали появляться, внедряться в виде микропроцессоров. Посмотреть очень просто. Маленький беглый экскурс в историю. 1955 год. Компьютер IBM 704. Это первый компьютер, в котором появилась разрядно-параллельная память, разрядно-параллельная арифметика. Казалось бы, естественно, все слово, там, 64-разрядное или 24-разрядное, выбирать одновременно все биты. Ну, до этого момента выбирали разряд за разрядом. Первый раз, когда это стали делать, как раз в этих компьютерах. Вот принцип параллельной обработки данных. Давно подметили, что внешние устройства работают намного менее длиннее центрального процессора. 1958 год. Самое быстрое устройство – это лента. Работает в тысячу раз медленнее, чем процессор. И что ж получается? Процессор отдает команду ленте, после этого стоит, тысячу тактов ждет, пока операция не будет выполнена. Конечно, невыгодно. Вводятся специальные процессоры ввода-вывода, которые полностью управляют работой внешних устройств. Первый раз эта идея была реализована в 1958 году в компьютере IBM 709. 1961 год. Компьютер IBM Stretch. К тому моменту уже четко поняли, что основной сдерживающий фактор – это работа с памятью. Процессор работает быстро, данные выбираются, записываются медленно. Первый раз, когда было введено понятие расслоения памяти, нескольких независимых банков памяти, ну тогда их только несколько, это было два, тем не менее, они могли работать независимо друг от друга. Первый раз сделано в 1961 году. Сейчас любой компьютер использует подобную идею, не что иное, как идея параллельной обработки данных. «Атлас». 1963 год. Первый компьютер, которым в первый раз была внедрена идея конвейерного исполнения команд. То, что сейчас работает вполне естественно и всеми воспринимается абсолютно нормально, первый раз было реализовано в 1963 году. Первый компьютер, в котором первый раз появилось несколько функциональных устройств. Уже с ходу идея с суперсколярной обработкой всех современных микропроцессоров. Вот она просматривается здесь. 1964 год. Десять независимых функциональных устройств, каждый из которых мог работать параллельно друг с другом. Одновременно в 1969 году та же компания выпускает компьютер CDC-7600, в котором все функциональные устройства одновременно становятся конвейерными. Вот два принципа объединены вместе и опять-таки получается дополнительное ускорение. Восемь независимых конвейерных функциональных устройств. Компьютер «Эляк-4». Один, наверное, из самых известных проектов, который был за время развития компьютерной техники, где первый раз была внедрена использована идея матрицы независимых процессоров. Идея заключается в том, что возьмем большое количество одинаковых процессоров, процессорных элементов, которые будут работать синхронно. Всем дается одна и та же команда от устройства управления, и все в один и тот же момент исполняют одну и ту же команду. Хотели построить матрицу процессоров, 256 элементов, каждый из которых матрица делится на 4 квадранта по 64. Но все работает именно по такому закону. Есть устройство управления, всем дает одну и ту же команду, все процессорные элементы исполняют одну и ту же команду. Очень правильная идея, потому что многие алгоритмы работают именно по такому закону. Например, задача обработки изображений. Очень многие разностные схемы прекрасно ложатся на подобную архитектуру и могут работать. Но только беда в том, что этот проект слишком опередил свое время. Задумка была гениальная, безусловно. Идея была правильная, но по тем временам на той технологической основе, которая была, реализовать, конечно, это было сложновато. Задумали матрицу из 256 процессорных элементов, в результате сделали лишь 64. Хотели время такта сделать 40 нс, в результате осталось 80. Реально пиковую производительность планировали на уровне 1 гигафлопса, на реальных задачах удавалось получить лишь 50 мегафлопс. Ну и так вот, вроде бы как по слухам, на самом деле на вот эту четвертинку денег истратили больше, чем планировали истратить на всю машину целиком. Машина была изготовлена в одном экземпляре, до сих пор хранится в Музее вычислительной техники в Америке. Ну и вроде бы как получается, что, полная фиаско? Да нет, ни в коем мере. Идея была отработана, вот это самое главное. Поняли, что машина может функционировать, идея будет работать, но только, наверное, чуть попозже. И это полностью себя оправдало, поскольку сейчас на этой идее, мало того, что строятся спецпроцессоры, которые выполняют задачи, ну, например, обработки изображений тех же самых, но и полностью используется, например, в графических картах. Та идея, которая появилась за последние несколько лет, использование графических процессорных устройств, все они построены именно по этому закону. Поэтому идея правильная, но раз правильная, она найдет, где быть использована. Ну, и вещь, про которую, безусловно, нужно обязательно сказать, если мы говорим про вычислительную технику, это... Про высокопроизводительную вычислительную технику, это иерархия памяти. Вся память делится на несколько уровней, поскольку это основное место, которое сдерживает выполнение программ. Безусловно, регистры работают на тактовой частоте процессора, дальше идет кэш несколько уровней, дальше идет оперативная память, дисковое устройство, ленточное устройство. Ну, и хочется, конечно, сделать так, чтобы все данные попадали на уровень как можно больше. Чем выше уровень, тем выше скорость его работы, ну и тем дороже он. Конечно, было бы замечательно, если у нас вся память была бы, конечно, первого уровня. Это не получается по экономическим соображениям. Ну, поэтому выстраивается вот эта иерархия. Но идея очень правильна, потому что она находит подтверждение в свойствах программ. Локальность вычислений, локальность использования данных. Это те свойства, которые как раз помогают использованию иерархии памяти. Какие принципы построения современных вычислительных систем? На самом деле, если отвлечься от каких-либо деталей, то по-большому все машины делятся на два больших класса. Компьютеры с общей памятью, компьютеры с распределенной памятью. Компьютеры с общей памятью, они, как правило, в этих компьютерах все в одном экземпляре. Есть единая память, есть единый образ операционной системы, есть единая подсистема ввода-вывода. Какое-то количество процессоров, разное число процессоров. В компьютерах с распределенной памятью все процессоры или узлы объединены с помощью некоторой коммуникационной сети. И вот эти два класса машин, они на самом деле прекрасно отражают две основные задачи параллельных вычислений. Какие задачи? С одной стороны, нужно строить машины гигантской производительности, потому что есть задачи, которые требуют гигантской производительности. Ну а с другой стороны, все параллельные вычислительные системы крайне сложно программировать. И с этой точки зрения компьютеры с общей памятью имеют гораздо больше плюсов. Но компьютеры с распределенной памятью дают большие возможности для построения машин действительно, реально большой производительности. Все, что мы имеем в списке ТОП-500, это все машины с распределенной памятью. Несмотря на то, что отдельные узлы там могут быть узлами с общей памятью, которые программировать относительно просто. Если посмотреть на весь класс параллельных вычислительных систем, то он устроен достаточно просто. Сначала выбирается некоторая процессорная основа, которую можно расположить на условной прямой. С одной стороны располагаются традиционные, ну или многоядерные процессоры. С другой стороны, вот этой прямой, вот этого отрезка, располагаются, ну например, компьютеры типа графических процессоров или же ПЛИС, программированных логических интегральных схем. Почему они расположены вот на такой условной прямой? То, что в стороне многоядерных процессоров, это традиционно, здесь прекрасная разработанная программная инфраструктура. Перед вами стоит задача, вы быстро создаете программу, но сделать программу эффективной, чтобы она работала на максимуме производительности, это достаточно сложно. Здесь нужно потрудиться, и в некоторых случаях это сделать просто невозможно. Чем дальше мы сдвигаемся на другой полюс, тем в принципе можно написать все более-более эффективную программу. Но времени на это уйдет много, сил уйдет много. Инфраструктура, программных средств, компиляторов, отладчиков, средств, которые помогают писать эффективные программы для графических процессоров, для суперкомпьютеров, построенных на идеях программированных логических интегральных схем, меньше. Здесь еще инфраструктура не развита. Понятно, что всегда где-то есть золотая середина. Нужно получать компьютеры большой производительности, поэтому пытаются использовать большое число универсальных процессоров, в том числе многоядерных. Но когда заботятся об эффективности, сдвигаются в другую сторону, думают относительно использования других классов процессоров. После этого, если какого-то числа процессоров не хватает, то строят SMP-узел, узел над общей памятью. Над этим SMP-узлом работает какое-то число процессоров. Здесь используется единое адресное пространство. Здесь писать параллельную программу просто. Если производительности такого компьютера с общей памяти не хватает, какое-то число компьютеров с общей памятью объединяют с помощью некоторой коммуникационной среды уже в рамках большой, серьезной суперкомпьютерной системы. Ну, опять-таки, ежели не хватает производительности и подобной системы, которая существует, например, в рамках ТОП-500, ну а почему бы нам не подумать относительно того, что все компьютеры так или иначе объединены, по крайней мере, через интернет? Почему бы нам их не заставить работать вместе, и почему бы нам не подумать относительно идеи распределенной вычлительной среды? Об этом поговорим чуть попозже. Да, такие идеи есть, и они строятся на точно таких же принципах. Примеров систем, которые строятся на подобной основе, очень много. Например, в качестве вектора основы процессорной берем векторные процессоры, компьютеры фирмы NEC. До 16 процессоров объединяются в один SMP-узел, ну а дальше до 512 узлов работают в рамках одной суперкомпьютерной системы. Вот подтверждение точно тому же такому факту. Или же традиционная суперкомпьютерная компания, Cray, одновременно в своей конфигурации объединяет традиционные многоядерные процессоры, объединяет векторные процессоры и объединяет процессоры, которые построены на основе FPGA-технологий, те самые программируемые логические интегральные схемы. Одновременно компания выдвинула концепцию адаптивных вычислений, предполагая, что какой тип процессоров в программе нужен, тот раздел она и будет использовать. Ну понятно, что если пофантазировать, это должно быть само, вообще-то говоря. Человек пишет программу, запускает ее в компьютер. Я пока про фантазии говорю, такого в реальности нету. Кто-то определяет структуру приложения, кто-то определяет, на каком разделе данная программа должна исполняться. Пока это все делает человек. Человеку даются возможности. У тебя есть такой раздел многоядерный, у тебя есть векторный раздел, у тебя есть раздел, построенный на основе FPGA. Сам решай, где твоя программа будет работать. Но концепция адаптивных вычислений, она, конечно же, абсолютно правильная. Последнее время, очень активное направление, ну по существу, это конструктор для суперкомпьютеров. Все то, что связано с кластерами. Огромное количество вычислительных узлов, которые мы можем подобрать под свою задачу, и можем купить, это доступно на рынке. На рынке доступно огромное количество стандартных сетевых технологий. Это дает возможность объединить вычислительные узлы, которые мы подобрали для своей задачи, в рамках единой параллельной вычислительной системы. Но и доступно программное обеспечение. Линукс, система компиляторов ГНО, система технологии программирования MPI. Все это позволяет оживить вот эту параллельную собранную вычислительную систему и сделать нормальный суперкомпьютер. Действительно, соотношение цена-производительность, безусловно, в пользу такого решения, потому что используются рыночные продукты. Они все производятся массовым тиражом, они все дешевы. Во многих случаях решение крайне эффективно. И на самом деле, вот недавняя редакция ТОП-500 из 500 суперкомпьютеров, самых мощных компьютеров мира, 400 – это были как раз кластеры. Безусловно, выгодное решение, по этому направлению идут многие, но и почему нет. Распределенные вычислительные среды, я про это только что говорил, очень интересное направление, которое позволяет использовать все те компьютеры, которые в принципе установлены. У нас в кармане есть мобильные телефоны, которые в принципе доступны, по сети доступны. Огромное количество компьютеров доступно через интернет. А почему бы нам из всего этого не собрать параллельную вычислительную систему? Собирают, делают. Это уже идея метакомпьютеров, компьютера из компьютера, или же по-другому иногда называют грид-технологиями, и облачными технологиями, названий много, отражают разные стороны одного и того же. Но будут ли вот эти компьютеры и вычислительные среды отличаться от традиционных суперкомпьютеров, которые присутствуют, ну, например, в ТОП-500? Отличаются, отличаются. И на самом деле отличия существенные, которые заставляют проектировать систему управления и думать о том, как использовать подобные системы специально. Во-первых, такие системы обладают колоссальными ресурсами. Сколько компьютеров в интернете? Многие-многие миллионы. Я, конечно, не говорю о том, что все мы их сможем задействовать, но мы можем выбрать некоторый сегмент, который будет представительным. В любом университете это тысячи компьютеров, которые, в принципе, до выходные, ну, или там по ночам стоят, и которые можно попытаться использовать. Но если рассматривать большие среды, это колоссальные ресурсы, и система управления должна понимать, что у нее миллионы вычислительных узлов, там работает огромное количество пользователей и приложений, и этим нужно эффективно управлять. Говорим о распределенных вычислительных средах. Это значит значительная распределенность и удаленность. Я пишу приложение в расчете на то, что часть работает здесь, в Москве, другая часть работает в Томске. Взаимодействие требует времени. Алгоритм должен составляться так, чтобы время пересылки, оно пряталось на фоне вычислений. Но здесь эти времена значительные и отличаются от тех времен на порядке, которые присутствуют в суперкомпьютере. Значит, алгоритмы должны быть другими. Динамичность конфигурации. Мы говорим о распределенных вычислительных средах, предполагая, что появился, вон там, класс свободный, учебный класс, который я могу использовать. Это означает, 24 компьютера я должен в состоянии подсоединить к распределенной вычислительной среде, переложить туда часть нагрузки и это использовать. Но более того, по расписанию, класс в какой-то момент заняли. Класс забрали. Приложение, работающее в этой среде, должно учитывать и такую возможность. Если какая-то часть ресурсов ушла, приложение не должно останавливаться. Плохой вариант, если его перезапускают заново, нужно просто-напросто перераспределить вычислительные ресурсы, вычислительную нагрузку и направить часть задачи куда-то еще. Динамичность конфигурации в обычных суперкомпьютерах такого нету. Неоднородность вообще по всем параметрам. Разные процессоры, разные компьютеры, разные операционные системы, разная производительность, разная связь между этими вычислительными узлами. Как написать приложение, которое эффективно будет использовать подобные ресурсы? Безусловно, подумать над этим надо. Ну и вообще-то говоря, мы же не будем замыкаться рамками одной организации. Нужно думать о том, что различная административная принадлежность, как между организациями, так и между государствами. Мы должны соблюдать стандарты, мы должны соблюдать единые политики безопасности. И в этом случае использование распределенных вычислительных ресурсов действительно будет оправдано. Подобные технологии работают, работают очень эффективно. Мы подобные эксперименты проводили уже 5-7 лет назад. Часть экспериментов достаточно интересна. Вот один из экспериментов мы называем рождественским экспериментом. Каникулы январские большие. В это время учебные классы, как правило, не заняты. В это время, как правило, нагрузка на суперкомпьютеры снижается, решили провести расчет, который запустили 31 декабря. Расчет использовал суперкомпьютерный комплекс Московского университета, суперкомпьютерный кластер Южноуральского университета, учебные классы в Южноуральском университете и у нас в учлительном центре. 31 декабря запустили. Задача заняла доступные ресурсы. Специально размер задачи подобрали таким образом, чтобы она завершилась примерно к 9-10 января. За это время задача завершилась, а задача – проектирование новых лекарств. Да, она хорошо распараллеливается, она позволяет использовать все позитивные свойства распределённых вычлительных средств. И вот эти ресурсы, которые всё равно простаивали, которые уже есть, не нужно создавать специальный суперкомпьютер, задача решалась вот в такой вот распределённой среде и решалась исключительно эффективно. Меня зовут Фёдоров Максим. У меня к вам такой вопрос. Применяются ли другие системы счисления, отличные от двоичной, при проектировании современных суперкомпьютеров? А я даже в самом начале рассказывал. Помните про компьютер с троичной системой счисления? Но, правда, это было на заре. Сейчас пытаются двигаться в этом направлении. А и прежде всего потому, что троичная система, так как она представлена была в той машине, она очень удобна. Слова становятся компактнее, данные представляются компактнее, соответственно, программы работают быстрее. Безусловно, идеи такие есть, или биологические компьютеры. Идеи есть. То, что касается квантовых компьютеров, накравление активно развивается. Но, по сути, это новая математика. Далеко не любой алгоритм можно удобно отобразить на квантовый компьютер. Поэтому рассчитывать на то, что придут квантовые компьютеры и заменят с собой традиционный подход, ну, вообще-то говоря, пока такого не видится. Надеяться на это не приходится. Это скорее некий спецпроцессор, работающий с фантастической скоростью. Специально спроектированный алгоритм будет работать хорошо. Меня зовут Глазкова Екатерина, и я хотела бы вас спросить про гетерогенные системы. Какие вызовы эти системы бросают для программистов, инженеров, и что уже сейчас сделано? Очень правильный вопрос, потому что отражает серьезное направление в развитии современной вычислительной техники. Будущее вычислительных систем заключается в том, что будут отдельные функциональные устройства или специализированные разделы вычислительной системы, каждый из которых будет устроен по-своему, будет отражать структуру различных алгоритмических подходов, структуру различных алгоритмов, структуру различных методов. Они все имеют свои особенности. Первые десятки самых мощных систем мира. Четыре системы построены по этому принципу. Там не только многоядерные процессоры, там еще и графические процессоры, там еще и процессоры SL. Каждый со своей архитектурой. Одна задача хорошо решается здесь, другая хорошо решается там. Наверное, вот тот принцип, о котором вы говорите, он является отражением того, что не существует архитектуры, по крайней мере, на текущий момент, которая одинаково эффективно решала бы любую задачу, которая одинаково хорошо бы подходила к любому алгоритму. Поэтому вот это направление развития неоднородных архитектур, развития неоднородных вычислений, оно будет только усиливаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.